Артековцы помогают больным детям из разных уголков России излечиться от тяжелых недугов. Сегодня в лагере они устроили акцию, направленную на сбор денег в поддержку детей. В небо запустили воздушные шары или журавлей, как назвали их сами артековцы. Другая часть заготовленных шариков попадет к меценатам. Свои обращения к детям Артека и в поддержку больных отправили также российские звезды Николай Валуев и Мария Кожевникова. Деньги на лечение планируют собрать уже к концу сентября. В список больных, нуждающихся в немедленной помощи, попали дети из Забайкалья, Омска, Удмуртии и других уголков страны. Всего их 12. Среди больных есть и крымчанин Шакир Буйтулаев. У ребенка серьезное заболевание кожей. Шакиру для того, чтобы выздороветь, нужно попасть в Германию, причем несколько раз. А каждый такой выезд стоит порядка 10 тысяч евро. Благотворительный фонд «Доброе сердце» и артековцы совместно устроили акцию поддержки. Они надули воздушные шары, а к ним привязали бумажных журавликов и отправили в небо. Оставшихся журавликов символы помощи передадут меценатам из разных уголков страны. В знак благодарности сегодняшние дети получат сертификаты от этих компаний, в которых написано, для кого эти средства были собраны и кому они должны помочь. Вот такая у нас благая сегодня миссия. Деньги планируют собрать к концу сентября, а затем передать детям, которые нуждаются в помощи. После этого больные отправятся на лечение в Германию, либо получат медицинские приборы для поддержания качественной жизни. Например, виброжилет, помогающий при муковицидозе, заболевании органов дыхания. Он стоит 600 тысяч рублей, что по карману далеко не каждому родителю. В поддержку детей организовали также мини-концерт. Своим примером их вдохновила 10-летняя Василиса Карпенко из Санкт-Петербурга. Девочка от рождения не видит, но это не помешало ей преуспеть в вокале и игре на фортепиано. Лауреат третьей степени я завоевала на конкурсах Аврора Соло по вокалу и Адмиралтейская звезда по фортепиано. Еще Адмиралтейская звезда по художественному слову, лауреат первой степени. Артековцы с энтузиазмом поддержали инициативу. Над оформлением журавликов они трудились целый день. Теперь главное, чтобы шары долетели в нужное место. Такие акции, несомненно, нужны. Это у нас мечты сбываются чаще, а у этих детей они сбиваются гораздо реже. Таким детям надо помогать, конечно же, помогать и исполнять их мечты. Я пожелаю бы скорейшего выздоровления, счастья, радости, успеха. Таких же журавликов активисты уже осенью запустят в дальневосточном детском лагере «Океан». Это уже вторая акция подобного формата. Первая проводилась в День защиты детей. Тогда удалось собрать спасительные деньги для десяти нуждающихся в помощи ребят. Также обращение больным детям России отправили Николай Валуев и Мария Кожевникова. Тарас Березицкий, Евгений Луговской, Служба новостей ТВ, Гурзу.